Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Я вас приветствую сегодня вот таким снеговичком. Let's go! Сегодня у нас 30 декабря 2014 года. Мы с Рикардо выехали только что из дома. Сейчас направляемся к зубному. Последний шанс в этом году использовать страховку и подлечить зубы. В принципе, мне лечить нечего. Заделать дырочку, одна маленькая есть в верхнем зубу, и почистить зубы. По страховке два раза в год бесплатная чистка зубов. В общем, вот так вот отправляемся. Погода у нас сегодня пасмурная, и такое ощущение, что пойдет снег. А температура, мы сейчас вот перед выходом посмотрели, плюс один градус тепла. Бензин все ниже и ниже. Прайс вот 2,95 сейчас. Удивительно просто. Ну и раз уже начала говорить о зубной страховке, то расскажу, что наша зубная страховка включает полторы тысячи долларов в год мы можем использовать бесплатно. Но расчет идет таким образом, что обычное лечение, например, пломба или каналы, или еще что-нибудь, обычное лечение покрывает 80%. 20% мы так и так платим сами. А вот эти 80% не более 1500 долларов в год. И коронки покрываются 50%. И тоже вот не более этой суммы, все вместе. Что еще? Про погоду. Все удивляются, какая теплая в этом году погода на Аляске. И это действительно так. Мы сами поражаемся, что сегодня вот 30 декабря, у нас плюсовая температура. Говорят, что так тепло здесь не было с 1916 года. То есть почти 100 лет не было такой теплой зимы здесь на Аляске. Вот так выглядит здание, в котором находится наша поликлиника. Она, кстати, вот здесь в жилом районе. Здесь такие домики. И вот здесь вот это вот кондоминимумы. И принимает нас доктор Чо. Он китаец. Он Рикардо. Ну, вот так вот офис выглядит внутри. Диванчик. Такой этот. И здесь тоже елочку вот такую нарядили из шариков. Ну, вот и все. Мы возвращаемся от дантиста. Времени это заняло гораздо больше, чем я предполагала. Два часа. Целый час чистили зубы. Потом я ждала врача. Потом он мне пломбировал дырочку сверху. Потом мы с ним разговаривали о том, что мне нужно вставить зубы парочку снизу. И он мне рассказывал, какие есть варианты. Либо мост, либо имплант. В общем, все это очень-очень долго тянулось. И, кстати, вот С-стрит и Даймонд. Where is this apartment? This is Hondas, probably. Да, вчера приходила Беверли и говорит, что стреляли. Она подумала, что в нашем дворе. Но потом оказалось, что это точно-точно такие же дома, как наши. Только вот здесь, вот в этом районе, пересечения Си улицы. И вот Даймонд, от которого мы отъехали. Вот эти, может быть, слева. Maybe this is left apartment. Вот слева, может быть. А, ну, с правой стороны. В общем, дома точно такие же, как наши. Вот, видите, дома? Точно такие же, как наши, такой же серии. They look identical. They're in the same buildings as me. Да. И произошел выстрел. Вчера, после обеда, около двух часов, вот в этих домах, приехала полиция и нашли мужчину с раной в животе. Тут же взяли подозреваемого, кто совершил этот выстрел. Но имя его не разглашается. Мужчину того же вот с раной увезли в больницу и сделали ему тут же операцию. Он остался жив. В общем, вот такие страсти. И что стрелял, почему стрелял, мы не знаем. Но, слава богу, что это не в нашем доме произошло. Потому что Беверли увидела сюжет по телевизору. Дома точно такие же. И она подумала, что это в нашем районе произошло. Ну вот мы и дома. А завтра к нам приходят гости. Соседи наши, Бетти и Кен. Я покажу, что Рикардо накупил. Это both champagne, шампанское и просекко. Просекко is the same as champagne. Потом, what is this? Салами, бекон, коржики. Еще какая-то колбаса. Сыр такой. Еще колбаса, еще колбаса, еще, еще сыр. Так, сок. Это, я не знаю, будет печь какие-то рогалики. Это, я тоже, не знаю, что-то замаринованное. Paper. Замаринованный перчик. Пармезан сыр. Это, я не знаю, что такое. Pasted garlic. Какой-то чеснок в пасте. Лимон. Опять чеснок. Вот здесь в баночке. Это какие-то йогурты, не йогурты. Ягоды разные набрал. И фруктов. Мандарин или апельсин. Бананы. И арбузик. В общем, вот столько всего он понабрал. Осталось только купить мясо. А, это... It is not orange. It is... Blood orange. Это вот какой-то он купил такой красный апельсин. Blood orange. Blood orange. Кровавый апельсин. И завтра он поедет. У нас есть здесь такой специальный магазин. С очень-очень свежим мясом. Вот он купит мясо, будет мариновать его и делать барбекю на улице. Вот посмотрите, что вчера принесла, подарила Беверли. Это вот такая штучка. В розетку включается. И здесь лампочка нагревается. И сверху кладется таблеточка вот такая, с запахом. Сейчас здесь запах хвойный такой, очень-очень классный. Она растапливается. И вот запах идет во всей квартире. У меня до этого была такая же штучка, но очень красивая. Она была вот такого типа, как вот подставочка у лампы. Тоже Беверли дарила. И мы в процессе переезда ее потеряли. Я заикнулась, говорю, Беверли, такая была красивая штучка. Где-то ее покупала. Она говорит, я типа принесу. Я думала, она мне принесет такую же, она приносит вот эту. Это мне, конечно, не нравится. По сравнению с той, что была, конечно, не очень. Но, тем не менее, функцию свою она выполняет. Запах идет. Вот только что включили. Она сейчас растопится. Вот эта вот масса. Не знаю, как ее назвать. И запах, конечно, обалденный, обалденный идет. И еще у нас опять сломалась хита. Вы помните, перед самым приездом Рикарда, две недели, две с половиной, может быть, назад, я вызывала мастера, и он поменял мне термоэлемент вот там вот внизу. И вот сегодня я хотела принять душ. И не смогла этого сделать, потому что опять нет горячей воды. Поэтому вызвали мастера. Вот ждем его с минуты на минуту. Позвонил, сказал, что будет после четырех. Вот, кстати, квитанция за ремонт хиты с прошлого раза. Это было 11 декабря. То есть сегодня 30-е, получается, вот еще и 20 дней, 19 дней назад. И заплатила я за все это 153 доллара. Вот интересно, как сейчас он это будет ремонтировать, почему вот столько времени мало прошло, и она опять сломалась. Причем у нас дома из этих 19 дней, 10 дней дома не было. То есть никто не включал эту хиту. И мы вот только приехали, вчера первый день помылись, здесь вчера была вода, а сегодня уже воды нет. Вот, пришли, сейчас будут ремонтировать. Вот, посмотрите, что случилось. Вот сейчас заменят весь вот этот элемент. Вот так. Он его не заменяет, он его почистил и будет вот обратно сейчас ставить. Ага, вот такая вот металлическая стружка. Очень много мусора. В этот раз вот он сделал эту работу, почистил, провозился целый час, и все это за бесплатно, потому что в прошлый раз мы ему заплатили деньги, и оно перестало работать. Вот, в общем, все, слава Богу, жизнь налаживается. Есть у нас опять горячая вода. Рикардо готовит ужин. У нас сегодня американский завтрак на ужин. Бекон с яйцами. Ага, вот какая-то мексиканская сосиска. Да, это череса. Да. Вы будете приготовить это сегодня? Нет, я буду приготовить это с этим. А, вот он сегодня это хочет готовить. Три яйца. Яйца. И... А, ну и вот такую картошечку, которая уже, как бы, потертая на терке. И, кстати говоря, будучи в поездке, вот за эти 10 дней мы практически не поправились. На 1 килограмм. Вот я была 60, когда уезжала. Сейчас вернулась 61. И Рикардо тоже поправился. Даже меньше килограмма. На 1 всего паун. И вот Рикардо уезжает 5-го числа. И я тогда уже, может быть, опять сяду на какую-нибудь легенькую диету. А пока... Пока Новый год. И смысла, конечно, никакого нет. Главное, чтобы не поправиться еще больше. Мы опять растопили камин. Я хочу сказать, что переживала, что Рикардо очень много заказал дров. Некуда их складывать. Но мы с такой силой, с такой скоростью сжигаем эти дрова, что я, наоборот, боюсь, что теперь не хватит их до конца зимы. И очень рада, что он заказал так много. Вот, дрова ждем по 2 вот этих вот подставки каждый день. По 10, наверное, поленев. То есть, такими темпами мы, конечно, быстро их сожгем, эти дрова. Вот Рикардо приготовил эту чуфлядку. Сумочку сейчас пойдет, нагребет новых дров еще в гараже, принесет. И вот каждый-каждый день очень хочется топить камин. От него такое тепло, что отказаться от этого очень трудно. В общем, все на сегодня, мои дорогие. Видео еще с поездки не обрабатывала, не смотрела, даже не начинала. Каждый день собираюсь. Но то одно, то другое. Вчера очень уставшие были. Сегодня тоже, вот пока пришли от зубного, пока то все. Поужинаем, может быть, сделаю одно видео, не знаю. Пока еще руки не дошли. Но, кстати, не сказала, вчера вот делала видео, не сказала, что в целом поездка понравилась. Хоть и устали, но все очень понравилось. И Мексика, и Лас-Вегас, конечно же. Не первый раз в Лас-Вегасе. Вообще люблю этот город. Единственное, что переезжать, я туда передумала. У меня была мысль переехать, пожить в Вегасе зимой. Но так как я там намерзлась в этот раз, что мне теплее на Аляске, решила уже не дергаться. Что смысла никакого нет. Все, мои хорошие, счастливо. Всех целую, всех люблю. Всем желаю счастья, удачи и хорошего настроения. До завтра, если будет о чем снимать. Гости придут, может быть, поснимаю. Какой стол Рикардо накроет, какой барбеку будет сделать, может быть, поснимаю. И опять же Новый год вроде как завтра у нас. И, кстати говоря, в России-то ведь уже сегодня 31 число. Поэтому я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы сбывались мечты, чтобы исполнялись желания. Всего-всего вам самого-самого хорошего. Удачи. И пока-пока.